Раскольников решил явиться с признанием в полицию, но до этого пришёл к матери. Пульхерия Александровна плакала от радости. «Не тревожься, ни о чём тебя не буду расспрашивать», суетилась она вокруг Родиона. «Я прочла твою статью в журнале и уверена, что скоро ты будешь одним из первых людей в нашем учёном мире. У тебя, может быть, Бог знает, какие дела и планы, не хочу тебе мешать». «Маменька, что бы вы обо мне не услышали, будете ли вы любить меня так, как теперь?» – тоскливо спросил он. «Конечно. Роди эту дочь и дуню в бреду о тебе вспоминала. Расслушала я что-то, а ничего не поняла. Что ж ты, уезжаешь куда далеко? А мне еду не с тобой можно?» «Нет, маменька, прощайте», – опустил глаза Раскольников. «Помолитесь за меня, Богу». Оба они плакали, обнявшись. Мать вспоминала, как мальчиком водила его на отцовскую могилку, и как они вдвоём так же плакали там. Вернувшись себе в каморку, Родион увидел в ней Дуню. Они с Соней ждали его целую ночь, думали уже, что он покончил с собой. «Слава Богу, ты жив», – радовалась сестра. «Я низкий человек, Дуня», – выговорил Родион. «Низкий человек, а на страдании ты готов идти? Разве ты, идучи на страдания, не смываешь уже в половину своё преступление?» «Какое преступление», – закричал Раскольников в бешенстве. «То, что я убил зловредную вожь, старушонку-проценщицу, которая из бедных сок высасывала, – я иду сдаваться только из малодушия». «Брат, что ты говоришь», – бросилась к нему Дуня. «Ведь ты кровь пролил». «Которая всегда лилась на свете, как водопад, и за которую венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества, а я первого шага не выдержал, потому что я подлец». Раскольников всё же просил у сестры прощения за то, что сделал её и мать несчастными. Из запылённой книги на столе он вынул портрет своей умершей невесты и отдал его Дуне. «Вот с нею я много переговорил об этом. Она не согласна была, как и ты. Но теперь всё пойдёт по-новому, переломится надвое. Хотя к чему мне все эти бессмысленные испытания?» Они спустились по лестнице. На улице Родион пошёл прочь от Дуни. Заметив, что она медлит сзади, Раскольников досадливо махнул ей рукой и зашагал с мыслью. «Неужто через пятнадцать-двадцать лет я так смирюсь, что признаю себя разбойником? Зачем я иду на этот бесполезный гнёт?» Раскольников досадливо. Продолжение следует... Продолжение следует...